Здравствуйте! Информационный час на канале эфир продолжает тема с Сергеем Шерстнёвым. В канун Пасхи 30 апреля Русская Православная Церковь организовала по всей стране сбор подписей под петиции о запрещении абортов. Православные активисты собирают подписи не просто так, они намерены провести закон против абортов через Госдуму. В Татарстане акция прошла в храмах Казани, набережных Челнов и Елабыги. 30 апреля в трех городах Татарстана прошел сбор подписей за запрет абортов. В Казани, Елабыги и Челнах у церквей и храмов после утренней литургии можно было встретить православных активистов, которые предлагали прихожанам оставить свои подписи в петиции. Они намерены провести закон о запрете абортов в Госдуму. Впрочем, за один день было собрано не так много подписей, чуть более двух сотен. Хотя прихожане активно откликались на просьбу волонтеров оставить свой автограф под петиции о запрете абортов в России. Тем более, что многие пришли в храмы с детьми. Дети – это цветы жизни, поэтому я думаю, что надо отменять аборты, я за. Не к чему это, как говорится, совершать аборты и потом думать об этих последствиях, все-таки в душе это останется. И сегодня у нас в студии координатор Центра защиты материнства и детства «Умиление» Элина Галиулина. Элина, здравствуйте. Здравствуйте. Элина, почему именно канун Пасхи Вы выбрали для того, чтобы провести эту акцию? В этот день, в этом году, 30 апреля, верующие по традиции освящают куличи, Пасхи и яйца. И действительно, даже люди, может быть, не очень церковленные, но знающие эту традицию, они приходят в храмы. Их очень много, и можно в этот день достаточно много подписей собрать. Именно поэтому этот день выбран. Ну и, может быть, потому что перед Пасхой все-таки тоже эту проблему нужно обозначить просто для того, чтобы, может быть, привлечь больше внимания общества. Пасху встречают многие, а задумывается об этой проблеме, к сожалению, не такое количество людей, конечно. Ну, вы говорите, много можно подписей собрать, но вот сейчас сюжет мы слышали, за первый день там порядка 200, по-моему, подписей было собрано. Это же, в принципе, не так много. Это, во-первых, в одном храме только. Мы собираем, на самом деле, не в трех городах по Татарстану, да, а в Казанской епархии, в городах Казанской епархии и также в Чистопольской епархии собирались подписи. Пока они не подсчитаны в Казани, на данный момент неизвестно, 2000 подписей точно есть, но это... Это за один день только. Да, это не данные какие-то итоговые, то есть будет подсчет на неделю идти еще. А по городам России были результаты, допустим, в Нижегородской области, 2500 в одном только храме собрали. Просто, может быть, у нас это показатель веры, вот пребывание верующих в храме в этот день. Я лично сама собирала в Крестово-Движенском храме, где Казанская икона Богородицы, и у нас там было много туристов, паломников, и собирали подписи среди людей, которые приехали за Рославль, из Востока даже, то есть из Самарской области, из Московской области. Как реагируют люди? Очень по-разному. Я даже пыталась как-то в один момент для себя понять, вот можно ли вот сходу определить, как человек ответит. На самом деле нет, нельзя. То есть люди реагируют в зависимости от своего личного какого-то опыта, видимо. Многие женщины говорили, что они сами грешны, сами повинны, и вроде как неудобно ставить подпись за запрет. То есть сами-то решили другим запрещать. Но в ответ я говорила, что это как раз и будет акт покаяния такой, хотя бы на словах защитить жизнь нерожденных детей. И практически все подписывали после такой фразы. Хорошо. Женщины, понятно. Мужчины как реагировали? Или мужчин вы не опрашивали? Опрашивали всех, всех подряд. Тоже по-разному. Многие сразу, как только разобрались, в чем вопрос, подписывали. Кто-то уходил вообще от этой темы. То есть говорят, что... Был один врач, который сказал, что нет, запрет абортов – это нереально, это невозможно, это плохо. А я не хотела даже говорить на эту тему, хотя у меня было что ответить ему. Но мужчины, точно так же, как и женщины, они, исходя из своего опыта личного, как правило, этот опыт, он имеется все-таки, к сожалению, отвечали. Сейчас в храм потянулись молодежь в основном. И понятно, что, может быть, старшее поколение, оно более консервативное, оно может быть и против абортов, более решительно настроено. А как вот молодые реагируют? Нет, я бы, кстати, сказала... Ведь очень многие считают, что это как бы неотъемлемое право каждого человека решать. Кстати говоря, очень часто как раз-таки старшее поколение, оно реагирует негативно. Но даже наши верующие бабушки часто настроены против... Ну, видимо, это какой-то все-таки переживаемый постабортный синдром, так называемый, или недостаточное покаяние, если говорить все-таки на языке церкви. Молодежь в зависимости от того, наверное, насколько они выцерковлены, реагирует по-разному. Но кто-то еще сохранил вот эту вот чистоту, и, естественно, он никак не может допустить эту мысль об аборте. Кто-то начинает говорить, что я об этом вопросе никогда серьезно не задумывалась, я должна подумать просто, прежде чем ответить. Ну, есть такое, да, что надо действительно, хотя бы вопрос перед собой поставить, чтобы на него ответить. Но в целом поддерживают, в целом поддерживают как раз молодежь. Как вы считаете, намерение провести этот законопроект через Государственную Думу, насколько это реально? Все-таки слишком острая проблема, слишком много полярных точек зрения, и дойдет ли вообще хотя бы до первого чтения? Ну, именно потому что вопрос на данный момент, может, многим кажется неподъемным, мы поставили перед собой терять, собрать миллион подписей за запрет абортов, да. Но на самом деле это даже не какой-то такой, не такая цифра, после которой можно сказать, что все хорошо, да, что все запретили аборты. Речь о том, что лоббировать нужно эту инициативу, и при удобном случае, то есть когда будут люди, которые готовы выступить с этой инициативой, да, то есть депутаты уже тогда ее продвигать. Сейчас задача работать все-таки с обществом, потому что, к сожалению, и в церкви, у нас все-таки говорят, что да, ну, хотя бы там 80% крещеного населения, если бы это было так, если бы все эти люди были действительно православными верующими, то есть по сути, они, конечно бы, мы, конечно бы, уже запретили аборты, но пока что мы работаем даже просто с церковью, чтобы это все как-то переломить, потому что вот это вот постабортное мышление, оно еще живо, очень-очень живо, это такая язва кровоточащая, и нужно как-то, ну, понимаете, с людьми работать, потому что многие воспринимают это как осуждение, то, что мы выступаем с такой инициативой, очень близко к сердцу принимают это, ну, то есть к себе именно как начинают защищаться просто от этого, то есть они не готовы признать, что они совершили. Им напоминают об этом факте, который имел когда-то место в жизни, и они не хотят об этом вспоминать. Да, то есть и находится сразу множество аргументов, и они есть, они были, и понятно, что всегда есть, что ответить, но у нас тоже есть, что ответить, аргументация собирается, причем очень мощная, и меня радует, что, если, допустим, пять лет назад, когда я только начинала эту работу, да, указания, была одна ситуация, сейчас я вижу, как все действительно начинает кардинально меняться, то есть отношение в обществе, оно меняется, а у нас гораздо больше сторонников и в церкви, и среди врачей, и среди просто женщин, и мы же действительно работаем, мы помогаем этим мамам в кризисной ситуации, да, то есть мы все-таки какую-то простительскую деятельность ведем, проводим вот такие вот акции, и я думаю, я верю, что это вопрос времени, и наш вот небольшой вклад такой, он будет иметь место быть уже когда вот это случится, как это случится, мы не знаем, потому что я знаю, что это некий путь. Ну вот говоря о лоббизме, вы имеете такой достаточно сильный аргумент, как поддержка православной церкви, русской православной церкви, Владыка Феофан ситуацию тоже прокомментировал, свое мнение выразил, и в этой студии вот на вашем месте он не раз сидел и подчеркивал, что он резко выступает против абортов, считая своего рода геноцидом, приводя цифру в 2 миллиона абортов в год. Геноцид, терроризм, он говорит. То есть, скажите, с РПЦ понятно, как ислам, мусульмане поддерживают ли вас? Вторая религия, основная в нашем регионе. Ставили этот вопрос, и, в общем-то, мусульмане даже готовы были поддержать. Просто вот это нужно, я думаю, сейчас еще раз активизировать, этот вопрос как-то поднять, и владыке тоже об этом стоит нам ему донести, что необходимо выйти из такой инициативы, это был бы прецедент, конечно, у нас в Республике, по России. И я думаю, что многие мусульмане бы из других регионов тоже подключились. Я думаю, что это необходимо сделать, вопрос просто оборганизации этого всего. То есть я планирую этим заняться в ближайшее время. Потому что здесь поддержка была, и дело в том, что мы, например, со своей стороны, мы поддерживаем и в том числе мусульманок, которые попадают в кризисную ситуацию, такое тоже бывает. Сама лично я, когда сидела в роддоме, в кабинете предабортного консультирования, не раз сталкивалась с тем, что женщина, которая идет на аборт, она говорит, что она мусульманка. Помню, был такой случай, когда женщине молодой, 22 года, она пришла со своим ребенком, и она даже не была в зарегистрированном браке, но у нее был никак, она сказала, что она мусульманка, и она уже к своим 22 годам сделала 5 абортов. Естественно, дальше уже с ней тяжело работать. То есть нужно всячески поддерживать со всех сторон, и женщин, и просто право ребенка на жизнь. Тогда действительно общество начнет, опять-таки, на языке церкви переквашиваться. То есть мы должны как-то заквасить это общество своим посылом, и дальше уже люди сами начнут следовать не за нами даже, а скорее за этой идеей того, что каждая жизнь, она уникальна, она чудо Божие, и мы должны защищать ее. Вы упомянули, что вы находились возле кабинета вот этого медицинского учреждения. Нет, да. Вы специально, то есть, ходите, относитесь к этому как к некому дежурству, чтобы иметь возможность говорить с пациентками и попытаться их убедить не делать этого? Дело в том, что я по образованию психолог, и у нас совместно с Могурбольницей есть такой вот проект, можно сказать, на базе первого роддома, на кабинет предабортного консультирования, где наши психологи сидят. Я там тоже много раз дежурила и непосредственно с женщинами с этими общалась. То есть наша задача там – выинформировать женщину о последствиях абортов, о том, какая может быть поддержка оказана. Но многие передумали. По статистике 10-15% – это считается нормально. У нас нет в пределах вот этой вот цифры как раз. За прошлый год это 14 женщин. Хорошо. Ну вот, говоря о серьезности проблемы, цифра 2 миллиона абортов в год уже прозвучала. Я хочу сказать, что местные власти в Татарстане в последнее время очень много делают в плане укрепления института семьи, брака. То есть Татарстан вышел с законодательной инициативой, опять же, через Госдуму провести законопроект об усилении, что ли, ужесточении процедуры разводов, чтобы это не было так доступно и так легко. Вот скажите, поддержка властей есть ли вашим инициативам, так как, в общем-то, действительно, мы региону такой достаточно консервативный? Например, в мэрии, где мы часто согласовывали наши акции, нас действительно всячески поддерживали. Ни разу не отказали? Ни разу. Не было, по крайней мере, по каким-то формальным поводам точно не было. Может быть, там были какие-то случаи, когда мы время акции неправильно согласовали, там какие-то были другие уже намечены. На более высоком уровне, то есть я иногда выступаю в общественной палате и на каких-то форумах, безусловно, по крайней мере, на словах, поддержка есть. Что касается, непосредственно, нашей деятельности при епархии, то мы как-то пока своими силами больше справляемся. Пока так. Вы считаете, что нужно увеличить размер материального обеспечения многодетных семей до уровня прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета. Насколько это возможно в нынешней экономической непростой ситуации? Дело в том, что, во-первых, на сами аборты уходят достаточно большие средства. И так или иначе, каждый человек для государства важен. То есть об этом не раз говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, что наша страна все-таки, она, можно сказать, даже вырождается. Мы вымираем, и территория огромная, ее нужно осваивать, и сам человек в этой ситуации является ресурсом. Поэтому эти средства, они, конечно, найдутся. Вопрос в том, кому все это выгодно. То есть на данный момент мы растим общество потребителей. Конечно, я сама встречаюсь с женщинами, которые говорят, что мы не можем себе позволить. По факту оказывается, что они достаточно неплохо живут, просто они не хотят чем-то пожертвовать. То есть бывает, что семья Ютица, я вот знаю, у нас батюшка есть, у него 9 детей, они живут в трехкомнатной квартире. Матушка, батюшка и 9 детей. То есть я хочу сказать, они неплохо живут, они полноценная семья. Бывает, что и в однокомнатной, а речь о втором ребенке уже не стоит. То есть я учусь делаю сейчас аборт, потому что нет условий. Но это ненормальная ситуация. Поэтому тут вопрос не в том, откуда взять деньги. Мы, верующие люди, все-таки говорим о том, что пока что наш народ, он находится в каком-то безблагодатном состоянии, пока этот грех, он тяготеет над нами. Как только мы сделаем какой-то шаг, Господь сам нам это все даст. Потому что все люди, все деньги, они все в руках Божьих на самом деле. И понятно, что экономическая ситуация, сложившаяся, она тоже не на ровном месте сложилась. То есть тут, в принципе, общество больное, его нужно как-то оздоравливать. Разными мерами, в том числе это увеличение поддержки. Потому что, ну, сами вы знаете, что деньги разворовываются в том числе. То есть надо просто работать непосредственно с чиновниками. Элина, ну, вот многих на самом деле настораживает, кого-то даже отталкивает то, что православные активисты, верующие призывают не только запретить аборты, но и даже запретить продажу противозачаточных препаратов, использование эмбрионов в коммерческой промышленной, научно-исследовательской деятельности и так далее и тому подобное. Не кажется ли вам, что действительно это радикально очень? Ну, во-первых, мы говорим о продаже средств с абортивным действием. То есть достаточно большая часть средств. Это не секрет сейчас об этом. Очень много информации в интернете. Есть вот даже вот такой журнал. Изданная под редакцией нашего профессора КГМУ, где об этом тоже говорит. Есть сайт в интернете contracepts.com или гормоналк.ру, где размещены и переводные статьи, и статьи наших экспертов отечественных о том, что гормональная контрацепция вся имеет абортивный механизм действия. Это не единственный механизм, но один из которых, в случае, если первые два там не сработали, он вступает в силу уже. И если говорить о внутриматочных спиралях, это внутриматочная контрацепция, то все-таки должны врачи тоже признавать, по крайней мере, что это абортивное, абсолютно абортивное средство. То есть она меняет полностью, делает воспаленную стенку матки, она становится непригодной для имплантации уже зачатого эмбриона, и он, естественно, погибает в таких условиях недружественных. И вот об этом мы тоже говорим, и даже в храме я об этом говорила, когда подписи собрала, потому что даже верующие все об этом знают. Хотя есть документ «Основы социальной концепции церкви», где об этом сказано, что большая часть контрацепции абортивна. И вообще эта индустрия взаимосвязана. То есть когда врачи пропагандируют, ну, они, собственно, это насаждают все маркетологи контрацепции, то есть врачи делают именно что маркетологами контрацептивов, они получают за это некие деньги. Вот когда своим пациенткам, по сути, навязывают эту контрацепцию по любому поводу. И если она не срабатывает, то есть аборты. Если аборт уже совершен, то после аборта есть последствия, естественно, у них лечат контрацепции. Это такое, знаете, абсолютно взаимодополняющие друг друга вещи. То есть контрацепция аборта – это индустрия. И вся она направлена на то, чтобы сократить население, в том числе и Россия. То есть, несмотря на то, что население мира растет, население России сокращается. В последние годы только какая-то такая положительная тенденция идет. Ну, наше время подходит к концу. Последний вопрос. Что дальше будете делать после этой акции? Либо эта акция, она продолжится еще какими-то мероприятиями, либо, так сказать, вы уже достигли своей цели, и можно приступать к подготовке непосредственно законопроекта? Ну, нет, конечно. Это, можно сказать, для меня лично это воспринимаю, как только еще подготовка. Потому что сейчас нужно действительно идти дальше и в епархии, и на улицах собирать подписи, и работать с молодежью, в том числе и в учебных заведениях, и также с мусульманами какие-то инициативы поддерживать. То есть сейчас очень активный период, и как раз действительно летний период, теплый, когда можно много народу охватить, по крайней мере. В Казани я поняла, что это идеальное место, очень много туристов, и мы будем работать и 1 июня на носу, потом день семьи любви и верности 8 июля. Поэтому это скорее просто мы... Какое-то время было затишье, просто зима, То есть наоборот, выступаете в активную фазу. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была координатор Центра защиты материнства и детства в Милене, Елена Галиулина. И мы говорили об инициативе. Прошла акция в канун Пасхи по сбору подписей против запрещения, точнее, за запрещение абортов в нашей стране. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова